Кстати, 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 с такими раскладами, возможно, даже найдем Лешу жениха. Друзья, давайте... Это что у нас, пистолетка? Да, как-то быстро все начинается, просто уже в шаге от того, чтобы забрать пистолетный раунд. Последние минисы против четверых. Сражаются до последнего, стоит отметить. Первый минус есть, и киндер упал. Что же будет дальше? Закрыт со всех сторон, но по-прежнему опасен. Второго ликвидируют в составе простошников. Почему по одному действуют ребята из просто? Но все же фуариш ставит точку. 1-0 просто повели на карте кэш. И знаешь, вот как-то очень неоднозначно выглядит вот эта карта. Друзья, сегодня мы много говорили про Таиланд, то, что Сеня находится именно там. Если париться в истории, 22 ноября 2018 года на Toyota Masters именно эту карту разыгрывали кингвины. Простой. Счет был 16-12 в пользу команды просто. Да, было дело. Действительно, простошники там оказались сильнее. И с учетом изменений в составе, в первую очередь, кингвинов, опять-таки же должны доказывать, что все по-прежнему точно так же и просто на коне. Я вообще считаю, что на самом-то деле сложнее стало кингвину. Опять же, со смены игрока. Вот новый парень по фамилии и по никам Дича Дуча. Опять же, извини, дружище, не знаем, как правильно тебя еще читать. Кстати, именно он делает первый минус в этом раунде. Ну вот от него, наверное, многое зависит, потому что он здесь темная лошадка. Если будет сжечь напалом, то, конечно же, возможно, и такой Best of Fun затащит команда Кингвин. Все-таки довольно ровный был предыдущий матч. Но опыт тренировки, новый тренер, я думаю, должны сегодня себя проявить. Я только говорю о команде простой, о том, что они свою карту должны отыгрывать очень мощно. Кстати, интересная задумка от Кингвина в один АК-47 с Армуром как раз-таки в руках Дучи, который уже сделал первый минус. Все остальные с пистолетами, и там никто не закупается, кроме Миниса. Он потратился, кстати, на АК. Ну и на бумаге, опять же, 25% побед у Кингвин, 2 из 6, и все-все очень сложно, опять же, на кэше. Но сейчас есть шанс выиграть форс-раунд, а там посмотрим, как вообще пойдет эта атака у польской пятерки. Пока что Фларыч. Отличная стрельба второго, не зацепил. Как так? По таймингам все, казалось бы, хорошо складывалось для Фларыча. Первый минус есть, второго оставляет красным, но погибает. Кингвины врываются на плент в шаге от остановки бомбы. Хорошая хаешка, это должен быть минус. Да, Дучи отлетает, плюс АК-47 для Таза. Но у Виктора Войта за всего-то на всего 20% здоровья. Очень жестко зажимается плент. Единственная проблема, это игрок в шарте, но здесь пистолеты и маус. Не факт, что потащит. Отличная игра от Pro100. Изи раунд 2-0, но была установлена бомба. Ну и сейчас нас ожидает... Ну, закупочка от кингвинов. Я вот так вот наверняка решил посмотреть, сколько там калашей. Ну, как минимум три. Три точно будет и даже четыре. Даже четыре у Дучи. Три 850, это хватит на АК-47 и тяжелый армор. Ну, вообще, интересно начинают кингвины. Если бы не хаешка, которая залетела за ящик и забрала жизнь Дучи и оставила Таза красным, все могло бы сложиться по-другому. Но выбивание от просторшников было действительно очень грамотным. Давайте посмотрим на кингвин. По идее, чего-то быстрого мы сейчас с вами не должны все-таки увидеть. Это карта такая, на которой лучше все-таки играть через свои заготовленные раунды. Вот очень неплохой аналогию с Дастом вторым провел ухо. В предматчевой аналитике есть интересные, конечно, фишечки и что-то похожее. Но и мы видим, что очень быстрое занятие Медла. Быстрое, очень агрессивно играли на Мейне в Аплэнте. Пытались там прочекать. Но и пока что это явный раунд на точку А. Вот только сейчас игрок идет смотреть на поджим с точки Б. Но ведь со стороны простой есть интересное решение. Поджим Мейна это то, что позволит раздобыть порцию информации. Но вот по центру карты есть только догадки. Итак, Минис агрессирует, открывает дверь. Пытается найти кого-то из простошников, но там нет никого. Так, ну и теперь, конечно же, после такого центра. Это вентиляция, это выход на точку Б. Все через ветер. И самое главное с интрикилом. Ответ от Айвана. Но его он зажат на плейте. Очень тяжело ему что-то сделать. Вроде бы раздемажил еще парочку ребят из Кингвин. Но при этом удается база Б. В большинстве поляки занимают Б-плэн. Постараются установить бомбу. Кстати, с этим элементом пока что не торопятся. И только сейчас это делают. Просто уже сейвят девайс. Сейчас я не понимаю, что если там фрага не будет от игрока, когда остался по точке Б, то вообще нечего делать на плейте. Но даже после этого минуса, я думаю, Фларыч и компания сейчас засейвят. Все-таки это Тавик, Калаш. И в следующем раунде попытаются вновь перевернуть игру. Экономика по-прежнему очень тяжелая. Очень сложно будет просто без победы в следующем раунде. Ну а Кингвин очень четкий тайминговый переход на точку Б. Именно вот по времени не успели просто с перетяжкой. И опять же entry kill. Все это гарантировало первый раунд для Кингвин. Ну вот в первую очередь ошибка Кинзора. Два человека было на базе Б. Если бы Кинзор делал вот свой минус, как это сделал Айван. Ну, к сожалению, мы из глаз не увидели. Там, возможно, просто тайминг какой-то он подловил, когда смотрел там проход. Там, возможно, токсик решил прочекать. А в этот момент с вентиля, по-моему, вроде... Нет, он пропустил первого выбегающего из винта. И второй поставил ему хэдшот. 2-1. Кингвины забирают первый раунд в атаке на карте кэш. Ну и постараются в этом уронить экономику простой. И, соответственно, начать набирать как раз-таки ту самую сильную сторону атаки на этой локации. Посмотрите, три игрока под точкой Б у атаки. Кингвин что-то интересное пытаются придумать. Возможно, ожидали какого-то агрессивного врыва от простона. Мы видим, что нет. Довольно дефолтно отыгрывают простачки в этом раунде. Хотя вот есть небольшая агрессия в центре карты. Немножечко перестроились. Если вначале парни пытались как-то больше аплэнтом заниматься, то сейчас перестроились на центр моментально. И видят в этом, наверное, самую главную проблему. Возможно, то, что Кингвин повторят такой сплит. Так, Кинзор. Неужели не заметил? Есть. Видит первого. А вот второго пропускает. Дучча дает размен. Это 4 в 4. И при этом проблема угроза. Давайте номер 5 посмотрим. Там деф заходит в центр. Дает минус. И обратно вливается через смоки. И, возможно, будет использовать вечер. Нет, не будет ничего использовать. Отлично. Разыграл Раллин. Но и Киндер отвечает молниеносно. Да, интересно развиваются события в этом раунде. Размен, размен. И еще раз размен. После которого простошники остаются в большинстве. Ребята, там уже война на точке B. Если я не ошибаюсь, уже там пострелялся с Айвоном. Есть инфа по пленту. Ну что ж, Дучча. Стендинный новобранец команды Кингвин. Как жестко врывается про 100. Шикарный там двойной, даже чуть ли не тройной пик получился у просточков. И, ну, 3 в 1. Я думаю, тут по идее все должно быть спокойно. Есть информация. И сразу же минус. Никаких проблем не будет. 3-1. Про 100 не дают зацепиться за серию раундов в команде Кингвин. И, ну, практически ресетуют экономику. Не так все плохо, как могло быть у поляков. Но все же на закупку этого не хватает. Ну, можно пару деглов докупить. Но мы видим, что Дучча, Раллен остаются. При своих деньгах, да, есть 3 дегла в этом раунде. 2 по 250. При этом ни одной гранаты. И это основная проблема. Расчет Кингвинов только на стрельбу. А вот хватит ли ее? Вот в чем вопрос. Так, по-моему, подсадка. Там была Молик. Но без фрагов. В начале раунда у Мауза остается 36% здоровья. Ну, по идее, пока что абсолютно спокойный раунд для ребят из Pro 100. Контролируется карта. Есть инфа по двери. На Б абсолютно спокойная ситуация. Там мы видим по миникарте вообще нет никого. Ну и читают. Читают этот выход на Аплэнт Pro 100. Отличный минус от Екиндера. И, в принципе... Ну, по-хорошему должны закрывать подчистую в этом раунде Pro 100-шники. Главное дефу не подставляться. Лишний раз за фрагами не лезть. Сейчас-то смерть ему просто не нужна. Ну и очень, очень все просто. Единственный момент, это, конечно, ТАСС. Да, ошибочка от Варича, в первую очередь, по стрельбе не справляется с Виктором Войтезом. И это бомба для Кингвин. Это буст экономики. Но раунд при этом поляки проиграют. Как-то оба, да, здесь у Айвана тоже с Аугом были проблемы. Но кроме бомбы, в принципе, ничего страшного не произошло. Да, там, возможно, еще один минус лишним оказался. Но потом посчитаем по экономике, будут ли важны там эти деньги. Ну, по сути, то, что должно было закончиться безболезненно для простошников и без каких-либо бонусов для команды Кингвин закончилось совсем наоборот. Потеряли двоих, дали поставить бомбу. Соответственно, у поляков будет хорошая закупка. Могут рассчитывать на снайперскую винтовку. Осталось только ее качественно реализовать. Итак, 4-1. 4-1 просто в защите пока что доминирует. И, казалось бы, сильная сторона атаки на карте кэш пока что особо не видна. Отлично все проходит у про 100. Но самое главное вот сейчас набрать экономику. Возможно, потом использовать второй авик. И вообще никаких проблем не будет в этом матчапе. Отлично сыграли против подсадки. 5 в 3. Вот была связочка. Буст винты плюс агрессия от дефа на центре карты. И это приносит очередные плоды для простошников. Ребята из простого вот по этому первому раунду от Кингвин, когда была перетяжка через вентиль, они, по-моему, в этот момент все вообще стали читать и понимать, что ребята из Кингвин будут очень много юзать центр карты, обузить его и занимаются про 100, принимают постоянно. И это пока что работает. Хотя уже ожидаем какое-то изменение от Кингвин. Уже, наверное, выход на точку А должен быть вот-вот из следующих оружей. И я не удивлюсь, если у про 100 как раз 4 игрока примут Аплэнд в следующем девайсном. Ну, как-то вот дальше без шанса. Викиндер попытки отстрелить в центр карты уперся в снайперскую винтовку Викиндера. А вот Дуччи удается забрать снайпера просто он. Это 2 в 4. Виктор Войтас. Виктор Войтас. Легендарный человек. Попытается вытащить. Ну, точнее, попытается помочь Дуччи вытащить этот квадж. В принципе, шансы есть. Нужно, конечно, выходить уже с минусом на точку. Там 2 в 3 с поставленной бомбой можно и начудить. Себе выигранный раунд. Мы видим, как перетягивается Деф. Он уже на погрузчике. Очень четко по таймингу здесь оказывается вторым игроком. Ну, и по идее, если не будет жестких хедшотов, то просто спокойно принимают этот выход. Но мы знаем, что такое КС и как залетает порой с Калаша. Хотя только что вот про УК говорили. Ближняя дистанция. То, что это то, что нужно прямо сейчас. А вот тебе и Виктор Войтас получил в голову. Таз забирает Дефа. Таз. Ну, тут слишком мало ХП и слишком мало времени до конца раунда. Хилпа уже очень близко. И нет, сам Фларыч справляется. 5-1. Грамотно мансовал, Фларыч спрейл, при этом стрейфился налево. И тем самым не давал Дуччи попадать по себе. 5-1. Ну, как-то неубедительно действуют кингвины в атаке. Большего от них ожидали. Я вот смотрю, ну, опять же, Ламыч был абсолютно прав. Тренер, конечно, лучше всех знает, что там по картам. Здесь просто именно против команды просто у кингвин сложнейшая ситуация. И действительно им тут особо и выбирать не из чего было. Там могли, конечно, теоретически там... Да даже не могли они там. Ну, оптимально было бы играть карту Нюк. Ну, вот они байтили вот то, чтобы просто как-то оставили эту карту, но просто не повелись на этот байт и просто сделали минус. Не в этот раз. Не в этот раз. Опытнейший Таз. Он и здесь пытался найти себе нужную карту. Ну, а пока что выход на Б, и здесь все плохо. Кстати, хорошая раскидка в исполнении кингвинов, но закрытые позиции просто работают просто великолепно. Кинзор Айван по минусу, а вот дальше размен от Миниса. Вот просто банально бы один фармганчик парням какой-то сюда смоки нашить, и, может быть, раунд бы совершенно по-другому закончился, но четко-четко. Знаешь, в какой-то момент показалось, что их закрыли гранатами и должны были, ну, забирать без шанса, восстанавливать бомбу и пытаться тащить этот атак раунд. Но как же отстояла эта парочка на бпунте? Ну, там парни тоже решили, ну, как у нас там, у кого-то дигл, у кого-то там, по-моему, СЗ-шка, там, прошивать этот смок с пистолетов, сейчас оттуда же выйдет и тебя в релоуд поймает. Ну, просто вот какой-нибудь бы один девайс бы он бы зарешал бы в этой ситуации. Один девайс или одна флешечка, которая залетела бы в пуэнт, и вот после этого врыв пистолетов мог бы похоронить опорников базы Б. Но, не знаю, насколько бы там молик помог, там вроде смоки были, но... Но да, там либо какой-то молик тоже. Кстати, вариативность защиты команды простой — это то, что мне нравится. Вот укрепляют тот центр карты, вот сейчас действуют, отталкиваясь от подсадки на бонте. И по джимс Б еще. И по джимс базы Б. Дальше, ну, героики уже более однозначно проиграли встречу команде Винстрайк, и здесь в одну калитку пока что просто доминируют над поляками Кенгуин. Ну, это не значит, что матч Гамбит-Виртуз Про будет односторонним. Там как раз мы тоже ожидаем каких-то сюрпризов. Все-таки должна быть битва жесткая, потому что и у одной, и у троих команды там есть и были определенные проблемы, и нужно из них выходить, нужны результаты, победы, и хорошая игра в первую очередь. Ну, а мы давайте все-таки досмотрим матч между Про 100 и Кенгуин. Кстати, вот, знаешь, мы говорили про экономику, говорили про три взятых раунда подряд для Кенгуина. Нет, все гораздо проще. Достаточно будет взять два раунда подряд, и экономика простошников рухнет. Но их надо взять. Якин Доружой делает первый минус, забирает Раллина. Я так понимаю, это произошло на центре карты, ну и здесь просто без шансов. Айван хоронит еще парочку поляков. Мауз и Таз вдвоем против пятерых. У просторшников единственный, кто пострадал, это деф, и потерял-то он всего-то навсего 6% здоровья. Вообще какой-то изейший раунд заходит сейчас ребятам из Про 100. Вот главное концовку не смазать, вот лишний раз не терять девайс. Сейчас желательно вообще вот в ноль забрать себе этот раунд, чтобы гарантировать как минимум еще один оружейный. Вот что в принципе и происходит. Вылетает бомба на территорию защиты. Ну и все-таки один минус дает Маус. Но, наверное, на этом все-таки закончим. В этом раунде хватит. Да, 16% здоровья. С этим раунд спасти было невероятно сложно. Победа для просторшников в первой половине. Пока что счет 8-1. Но с большой вероятностью мы увидим разгром. Ну, знаешь, я вот очень много матчей на кэше видел как раз вот со счета 8-1, там 7-1. Как раз и начинались эти легендарные камбэки. Но вот честно, сейчас вот польская команда, к сожалению, выглядит вот не той, которая сможет собраться и все перевернуть. Во-первых, это еще один экономический раунд. Ну а дальше, вот я не знаю, вот что они должны сейчас делать, чтобы обыграть команду просто. Они должны быть просто в два раза быстрее, в два раза точнее. Ну и, наконец, по тактикам тоже как минимум организованнее, потому что действительно не хватает какой-то мысли в атаках команды KingWin. Ну, либо все идет не по плану. Просто все эти мысли перестреливают просто и там не успевают ребята дойти до позиции, там до раскидки, до раунда. Они уже кого-то потеряли, они уже где-то в меньшинстве. Судя по всему, на сервере продолжаются некие проблемы. Это очень плохо, друзья, потому что хотелось бы, чтобы больше этого не было и в онлайн-матчах не происходили бы паузы. Да, 2019 год у нас опять-таки же, ну что это очень сильно похоже на DDoS-атаки, правда давненько такого не было. Счет 8-1, форсированная закупка у KingWin, попытка выхода на апплент, но к этому моменту опять-таки же возникают какие-то проблемы с сервером. Кстати, на вопрос Алексея Малецкого по поводу присутствия тренера команды ProStone на сервере. Он есть, он наблюдает, он с большой вероятностью участвует в диалоге своей команды в матче против ProStone. Точнее, в матче против KingWin. Не настолько поздний матч, учитывая там, какое время может быть в Таиланде, там, не знаю, 5-6 часов добавьте. Пока все нормально, не поздняя ночь, у Сени все хорошо. С бокалом Вина, а возможно уже и со вторым, с учетом всех этих задержечек, действительно, Сеня может уже концовки этой карты и не досидеть. Ну, дальше будет сложнее, конечно же, но вроде бы пока все идет довольно неплохо. Вот не считая этих проблем небольших с нашим сервером, друзья, но я думаю, в суде там все сейчас как можно быстрее пофиксит. Вот ребята уже вот вроде бы с локацией разобрались, пинг вроде бы всех устраивает, единственное, чтобы не было всяких других технических проблем. Мы видим, что либо пауза, либо зависла, можем только догадываться. Кстати, вот отталкиваясь от статистики, глядя на то, что происходит в составе команды KingWin, ну вот нельзя кого-то выйдет. Единственное, кто выпадает, да, Раллен, но при этом Раллен имеет отрыв от первого до последнего места всего-то на всего 5 фрагов. По сути, команды KingWin сейчас на карте, конечно, к большому сожалению, мы не видим. Да, но опять же, вот если говорить о простой, им тоже сейчас лишний раз лучше не расслабляться, дожимать эту половину, забирать как можно больше раунду, потому что кто его знает, как там в защите будут действовать поляки, вдруг их начнет неплохо пропирать, возьмут первые раунды экономику, потом авики и пошло-поехало. Ну что, 8-1 продолжаем? Да, и, кстати, как-то вот подозрительно, но с того самого момента продолжаем. Форсированная закупка от KingWin. Попытаются вскрыть оборону базы B, при этом активно фейкуют как раз-таки парень под базе A. Но простошники пока что нет, повелись. Четвертого отправляют, ну и выход на Кинзора. Но Кинзор должен двоих цеплять хотя бы одного уже. Кого-нибудь цеплю и Кинзор, да что ж такое? Ну, хилпа работает, но насколько... Нет, неплохо. Минус 2 сразу же от Прасто, один из них минус на двери. И, знаешь, ожидали, наверное, увидеть второго игрока в планете, но так его и не дождались. Точнее, не нашли. Ну, сейчас Айва, наверное, чересчур агрессивный. Немножко сыграл, но не дождались. Казалось, буквально одной-двух секунд своего тиммейта, чтобы спокойненько уже вместе выйти на этот ретейк. И за счет этого Палеки устанавливают бомбу. И, в принципе, в теории есть шанс затащить Раллен с Аугом. Есть СЗ-шка у Моуза, но мы видим АВИК, АУК, АЛАШ в руках игроков Прасто. По гранатам плохо. По гранатам нет ничего, это проблема. Да, есть два набора диффузов, мы видим, но тут нужен фраг, и все ждут смог. Как только... Да, хотя, что тут ждать, уже нужно, по-моему, вылетать. Ох, есть инфа по Раллену, но зато минус. Ну, как-то слишком долго. Итак, выпад от Варича, забрал Раллена. Мауз один на один, и отличный хеджот СЗ-шки. Вот это разобрали. Вот тебе экономический, вот тебе и пистолеты в исполнении Кинвин. Это какая-то классика. И вот с этого момента могут начаться невероятные приключения команды Прасто на карте ДК, когда все было неплохо, все было хорошо, счет был 8-1, экономический раунд, но... Основная ошибка это Кинзор, опорник базы Б, который не сумел сделать даже минуса. Да, оказаться вообще в такой ситуации, он просто был зажат, на него уже три ствола вышло, и это выглядело довольно печально и сложно в этой ситуации. Ну что же, есть экономика, конечно же, у команды Прасто. Правда, у Айвана Кинзором потихонечку заканчиваются деньги. В принципе, такая же ситуация у Дефа, у Фларыча, 2-800, 3-800, это максимум. Ну и команда Кингвин, друзья, здесь мы понимаем... Ой, да что ж такое, да что ж такое в этом матче? Мы понимаем, что денег тоже вроде бы как немного, но есть какие-то технические небольшие вновь проблемы, либо это пауза. Ну, надеюсь, это вот максимум, что будет в этом матче. Вот такие вот технические проблемы, неполадки. Мы больше говорим о каких-то околоигровых вещах, чем о самом матче. Ну, кстати, вот знаешь, морально взятый экономический раунд, вот эта форсированная закупка, она может забустить поляков и вспомнить им, что на карте, конечно, они оказались не просто так, что в этом матче они далеко не аутсайдеры и могут попытаться обыграть простошников на этой локации. Ну, я слышу какие-то звуки. Только непонятно, что происходит. Молик вроде залетел. Что ж там происходит, друзья, в этом матче? Так, что-то не до конца понятно. Ну, вроде бы возвращаемся опять-таки же к просмотру этой встречи. Вот это реакция. Как говорил, реакция Слона. Ну ладно. Ну что же, друзья, давайте смотреть, что на этот раз все-таки будут предлагать Кингвин в атаке. Пока очень аккуратная игра. Вот мы видели только что небольшие там контакты были в районе Токсика. Уже быстрая перетяжка под точку А. Возможно, ребята как раз хотели показать то, что, возможно, это сплит Б, и это будет долгий раунд. А тут просто вылет 2 в центре, и уже минус на двери от про 100. Но, тем не менее, коннектор может зарешать. Дыху забрали, а вот что же делать дальше? Попытаются вскрыть через центр карты. Под флешку. Как же четко работают просторшники. Дев забирает Мауза. И, по-моему, видел второго. Да, есть информация, и должны понимать, что параллельно двигается мейн. Попадает. И киндер по ноге Раллена. Это 2 в 4, минус и таз. А парни по-прежнему не вышли с мейна. Вот как же долго и неуверенно действуют кингвины. Ну вот в теории, конечно, можно еще попытаться притянуться на точку бетом, занести бомбу на позднем тайминге. Но мы видим, что ребята остаются здесь под аплентом. Бомба выпадает на мейне. Вот мы так давно видели ту же самую ситуацию, когда два игрока оставалось. Там и бомба как раз вылетает уже на территорию защиты. И как-то, не считая этого форс-раунда, слишком просто для ребят из про 100. Это практически девятый раунд для парней. И, в принципе, очень уверенная защита. Здесь как-то, я бы даже сказал, пересчур простой матч пока что для ребят. Так, вот напоследок просторшники немного, ну, ошибаются. Или даже много дают сохранить мини-су снайперскую винтовку. С учетом количества денег поляка он даже дроп может дать. И полетели такие на мейт вдвоем, да? Там сейчас бы дабл как бы дал бы им. Вот это было бы весело. Но мы видели, что уже игрок с ВП не планировал выходить на отстрел. Задача была сохранить ВП на следующий раунд. Ну, а задача команды Простова доиграть на 13 раундов эту половину. Ну, и, конечно же, совершенно противоположная задача у команды Кингвин. Тут уже берите все, что можно. Кстати, знаешь, поляки грамотное решение принимают, понимая, скорее всего, понимая экономику соперника. Ведь еще один взятый раунд, и простошники ресетнутся. Ну, с другой стороны, им там тоже следующий сыграет 2К. И дальше еще можно поиграть с оружием. Вот это выстрел! Как он засейвил себя, я не понимаю. Но сейчас Молик заставит игрока как-то выйти. Но там залетает Смоук и сейвит своего игрока. Кинзор, хорошие гранаты. Да, в какой-то момент показалось, Дыха должен был забирать снайпера команды Простова. Но как же четко сыграл Ваня в этом моменте. Да, он промахнулся, будучи в бланде. Но со второй попытки реабилитировался и вывел свою команду в численный перевес. Так, тут подсадка. Посмотрим, будет ли поглядывать сейчас наверх. И Киндер будет лезть, чекать все эти вещи. И что? Это выход на центр. Как я понимаю, следим за бомбой. Но какой-то слишком простой. И Киндер моментально щелкает от ящика. Это 3 в 5. 50 секунд до конца раунда Кингвин попытается выйти на центр. Знаешь, просторшники особо мешать не собираются. Вот дальше как проходить как пленту? Вот это вопрос. Как-то вообще, я не вижу вообще попыток от Кингвин что-то поменять. Да, обычно вот если тебя перестреливают, ты как-то пытаешься там на разменах. Либо снайпером гарантировать себе первый фраг. Когда Айван забирал первого игрока, вот там должен был быть размен. И только после этого они могли добиться желанного результата. Но пока все очень сложно. Да, это, конечно, был неполный оружейный раунд. Но давайте досмотрим. Возможно, что-то сейчас на Б в очередной раз получится у польской команды. 15 секунд, 2 в 3. О, нет, на этот раз Кинзор не ошибается. Тут парни не прощают. Наконец-то Кинзор показал, что опорник базы Б умеет четко стрелять по головам. 10-2. Нет денег у команды Кингвин. И с большой вероятностью это то, о чем мы говорили. А именно разгром. Да, еще один экономический. Ну, конечно, может быть, еще раз повезет. Там ворвутся на Б, дадут entry kill, поставят бомбу и как-то вытащат. Но на этот раз там уже готов Кинзор ко всему. Мы уже видели предыдущую концовку. Ну, давайте смотреть, пока это мейн. Да, двигаются, по крайней мере, в направлении апванта. Дверь плюс мейн. Про скидки нет ничего. Только один P250 купили поляки. Все остальные с глаками. Ну что же, два. Либо три игрока будут вылетать через дверь. Вот тут, конечно, вопрос. А, по-моему, гранаты уже закончились-то, да? Их и не было. А, их и не было. Да, они не покупали гранаты. Они понимают, что деньги пригодятся им в следующих раундах. Ну, здесь ТАСС как-то должен отвлекать внимание. И после этого должна выпадать дверь. Вот дверь сразу же отлетает. Выходит ТАСС. Вроде бы и синхронно. Но с пистолетами шансов просто нет. Хотя бомба есть. Ну, кстати, распрыжечка сработала. Четко двигался минис. В итоге бомбу поставил. И даже минус сделали поляки. Ох, тут и в теории второй мог залететь. Но, опять же, никаких проблем для простоя. Здесь уже, ну, экономика, я считаю, не столь там жестко будет решать. Конечно, поставленная бомба добавит экономике Кингвин в следующем раунде. Ну, и на последнее что-то останется, если сейчас не затащат. Но в итоге, вот, к сожалению, мы видим односторонний матч, в котором просто выглядит шикарно. И действительно, вот, как будто играется, как, знаешь, матч на карте просто. Вот, как и говорил Ламыч перед матчем. Знаешь, мы до конца не знали, чего ожидать от Кингвинов. И, по сути, ну, как минимум, ЕСБ был прав. Фавориты были однозначно ребята из просто. Итак, 5 АК 47-й, 14 раунд первой половины. Что придумали поляки на этот раз? Ну, пока это дверь, выход на раскидку, выход на раунд, ну, стандартный, на точку АС, Маковым в коннектор. А здесь уже занят мейн, соответственно, будет перекрестный огонь. И это то, что не позволит им выйти на позицию Апунта. Ну, что, сплит, просто дверь пошла без ничего. Да вы что? Там подсадка забралась. Ну, вот ответ. Там деф разобрался, правда, дыха дает ответочку. И киндер с АВП, есть минус на центре. Ну, и, в принципе, уже в спину идет поджим от Кинзора. Отлично работает снайпер команды. Ну, просто все шикарно. Как же попадает и киндер. Он двоих забрал, красным оставил последнего. Ну, что ж, дыха, только АС спасет поляка в этом раунде. Ну, собственно, как и его команду. Кстати, на этой карте не поймешь, кто вообще из них главный. Да, и киндер или Аня. Я говорю про кэш. Иван работает по позициям. Если Иван работает по бэпленту, то как раз-таки и киндер отвечает за центр и базуа. 12-2. Последний в первой половине. Поляки выглядят, ну, максимально не собраны на карте кэш. Конечно, есть деньги на последний раунд. Хотя, если честно, так, с трудом докупились парни. Ну, дигал на раскидке. Знаешь, надо что-то быстрое, динамичное. И так, чтобы сыграли целые команды. Вот они как-то разбиваются на два лагеря. Пытаются выходить троица. Потом остальные двое. И это то, что просто контрят действительно без шансов. Вот с такими гранатами можно было просто вот раз выйти, ну, сыграть раскидку и попытаться там не получить в ответ гранаты и зайти на аплент. Но парни вот вновь посложно идут. Контр подсадки, занятия медла. Тут уже наполучались от одного снайпера, от второго. В ответ, конечно, неплохо залетело. Но, в общем-то, это 4 в 3. Хорошая ситуация для защиты. Так, ну, пока что отрабатывает только дыха. Тут там, по-моему, подсадка в вентиль идет с точки Б. Вот я не обратил внимания, подсаживались ли... Нет, не подсаживались. Все-таки это просто пуш в исполнении Айвана и Кинзора. Хотя, если бы кто-то был с вентиля, он уже мог выйти до этого момента, когда его чекали. То есть это только недавно Маус стал на вентиль. Ну что же, минута времени в распоряжении кингвинов. Троица игроков находятся на центре карты. Пытаются подловить простошников на ошибках. Но если ошибки допускают, то вот только такого плана с гранатой. Ванечка, конечно, погорячился. Ну, просто есть одна проблема. Это точка. Там могут Фларыча зажать, отрезать, например... А хотя чем там уже отрезать, гранат тоже не осталось. С машинами отрезать. Вот игрок на машине должен халпать. Поджим базы Б это то, что дает полное понимание простошникам о том, где находятся оставшиеся поляки. Чек от Фларыча. Вот теперь все ясно, понятно. Отлично. Минус за тройка. Минус машина. Ну вот зарешает еще Кинзор. Возможно. Но его уже, по идее, ожидает номер 6. Неплохо работает. Было красиво, прочекал. Со второй попытки забирает Раллина. Но неужели Ваня потащит? Кстати, подобный хайлайт в его исполнении мы уже видели. Итак, 1 на 1. 46% у Ивана и 26% у Мауза. Убегать не стоит. Ой, какой тайм. Просто не дождался доли секунды. Так бы выиграл раунд, Айван. Но как всегда это происходит. Вот только ты убираешь прицел, и там оказывается соперник. По-любому нужно идти вперед. Времени все меньше и меньше. Диффузы есть. Но это уже проигранный раунд, заведомо. Тут уже... Нет понимания о местонахождении Мауза. Это 12-3, не без проблем, но все же поляки забирают последний раунд в первой половине. Вот если бы игрок, который оставался в Апланте, остался в мейне или был на двери, это был бы вообще идеальный раунд после разменов. И тогда бы... Кстати, вы знаешь еще, на что обратил внимание? Первая техническая пауза. Виктор Войтас был на первом месте с четырьмя фрагами. О, это было давно. Это техническая пауза. Это при счете 6-1. И вот как раз-таки тогда... Или это даже вторая была. Короче, Виктор Войтас был лидером в своей команде. И как все кардинально изменилось. Виктор Войт из-за последующего... Ну, по сути, с экватора первой половины он перестал вносить импакт в игру своего коллектива. Ну, а вот тиммейты, наоборот, включились. И действительно, ну, хотя бы за три раунда парни зацепились. У простошников все просто шикарно. Работает вся команда. Ну, фрагов, наверное, больше у Вани. Потому что чаще оказывался в каких-то таких вот проблемных местах, которые пыталась скрывать команда Кингвин. Ну, мы понимаем, что если просто тащат сейчас первый-второй раунд, то, в принципе, все закончено. Да даже если просто первый и отдают какой-то форс, все равно там это уже там, в принципе, 13, еще целая половина. Но очень тяжелый, конечно, камбэк ожидает команду Кингвин, если они настроены побеждать. Знаешь, что сделал грамотно Алексей Костылев? Он застраховал ставку на Кингвин. ЕСБ, я думаю, это закотировал. Что-то чувствовал. Итак, пистолеточка. Попытка вскрыть оборону база. Агрессия от поляков. И посмотри, что творит Дыха. Это парень. Ну что, Дыху заберут или нет? Да должны забирать. Отлично все-таки возвращаются на точку. Ребята, из Pro100 бомба сейчас будет установлена. Оба игрока защиты с машины. Есть МОК перед плентом. И, в принципе, уже подобранный USP в руках Екиндера. Довольно неплохой девайс. Он будет ли смещать? Да, он будет уходить в шорт, друзья. Он будет перебегать через ангар в центр карты, оставляя Айвана на мейне. А тут очень близко. Защита уже пришла и минус дают. Ой-ой-ой, ему нужно бежать. Какой коварный план придумали простошники. Установленная бомба должна дать понимание. Понимает. Сверх попытки не забирает. Ой-ой-ой, уйди. Как же четко забрал таза Виктор Войтов. И теперь можно просто издеваться над игроком, который будет пытаться дефузить бомбу. Главное по лицу не получить. Это самое важное. Не получить по голове прямо сейчас. Ну, все четко. Екиндер без каких-либо проблем забирает этот раунд. Правда, перед этим отправляется в таверну. Нет, не успеет. Сколько там оставалось, вот, консольку бы прочитать и посмотреть, сколько сотых. Ну, мне кажется, там у него было... Десятые. Секунды точно не хватило. Возможно, даже больше. Шикарненько, шикарненько. Отыграли все-таки, потащили ребята из простой этот пистолетный раунд. Ну, знаешь, вначале показалось, что вот решение поставить бомбу на хайвей, ну, далеко не самым лучшим. Слишком далеко находился Екиндер, но разрулил. Да, там буквально, если бы Айван не получил с первой на мейне и выиграл там еще пару секунд, вообще было бы все шикарно. Но пришлось немного потащить. Но, опять же, юз, позиция, бомба, все говорило о том, что затачит раунд Екиндер. Хотя вот первый контакт, да, там могло ему залететь, но повезло, что поляки не поставили по голове. И, в принципе, с характером команды простой, этому точно можно сказать. Особенно по итогам пистолетного раунда. Засада от Кингвинов с пистолетами в руках под базой А. Проблема у простошников. Айван пострадал. Ну, там с деглом влетел игрок, да, но фрагов все-таки не сделал. И дальше все спокойно. 2-5, Тазерален по-прежнему на позициях Аплента. Простошники, ну, знаешь, с учетом оставшегося времени, а его более чем достаточно, особо не торопятся. И постараются довести этот раунд до логического завершения. Там уже деф зашел с шарта, уже увидел игрока в пленте. Как минимум сказал, что один точно есть точки. И, может быть, там даже и второй. Потому что сейчас придут на бе, тут никого не увидят. В принципе, и бомба уже пошла на бе, и никто на ай не выйдет. По итогу Кинзор отсюда сольется, но после фрагов от Фларыча. Вот доверно разыгрывают простошники ситуацию и спокойно забирают 14-й раунд. Здесь чисто. Здесь действительно без потерь сыграли ребята из Просто. Ну и, грубо говоря, теперь уже все или ничего. С этого момента команде Кингвин нужно тащить чуть ли не все раунды подряд. Есть шанс, есть девайсы. Ну и если они не тащат, то, в принципе, последним еще будет вариант. Сегодня мы уже стали свидетелями одного камбэка в матче Spirit против бразильской Fury. Но там была совсем другая игра. Там было все очень близко, все очень ровно. Здесь пока что как-то в одну калитку. Ну что ж, триауга, ВПМ, МК в руках Кингвин. И уже 3 килла от Кинзора. Правда, размен быстренько от Мини. Но на бе уже вышли и зажимают игрока, судя по всему, в ближайшие секунды в планете. Ждет своих тиммейтов. Тиммейтов, расположение тела игрока защиты. Как он там оказался, что-то конца непонятно. Горит в смоках. Нашивают. Но должны чекать, кто там с бомбой летит. Так неаккуратно. Ой-ой-ой, дэп. Дрик Трбой, вот это дела, двоих забрал. Это два в два. Ну что ж, через холпу пытаются ворваться. Все, девятка последняя. Отлично стреляет Фларыч. Как он просто жжет. Минус 4 в прошлом, минус 3 сейчас. Фраг за фрагом. Просто какая-то смерть машина. Ну вот как раз-таки два фраг-лидера команды «Простой». Это Фларыч, это Ванечка. 22-23 фрага, соответственно. Ну и... Я могу сказать одно. У нас пауз было больше, чем сам матч. Шел по времени. Да, по сути, быстро разобрались «Простошники» со своим соперником. Конечно же, если заберут последний. Но попыток будет очень много. Действительно. 12 попыток для команды «Простой» закончить карту «Кэш» в свою пользу. Тут даже с пистолетами можно в итоге все закончить. Если там еще будет какая-то попытка камбэка, в конце концов, закупиться деглами и просто заражить точку «Б». Ну, наверное, сейчас и закончится. Есть антрекил. Отлично играют парни «Кэш». И посмотрите, и центр уже отжимается. Там Айван сейчас прочехает, увидит игрока в планте. Вот тебе бесконтактный бой. Одного забрали, второго оставили красным. После этого Ваня делает очередной минус. 3 в 5. Просто двигаются в сторону базы «Б». Там два игрока команды «Кингвин». Но с большой вероятностью это «Джи-Джи». 3 плюс 2. Два вентиль. Трое мейн. Заходят на точку «Б». И опять же с фрагом все шикарно. Просто, к сожалению, не за что было зацепиться здесь «Кингвин». Их просто уничтожили. Простачки. И простая легкая разминка для парней оказалась этот момент. А прошлый раз было 16-12, опять же, в Бангкоке, когда играли 22 ноября. Ну, видно, что простошники прогрессируют. Жалко, конечно же, что команда не сумела пробиться на мажор турнир. Но это совсем другая история. Здесь победа. Уверенное начало для просто.